Друзья, всем привет! В Польше требуют от России не взыскивать деньги за строительство 800 промышленных объектов. Серьезные заявления российского политика Вячеслава Володина о том, что следует получить от Польши финансовую компенсацию, стали для Польской Республики полной неожиданностью, там рассчитывали. Что торгово-экономическое давление с их стороны не приведет к таким последствиям. Россия при СССР вложила огромные деньги в польскую экономику, и это было последовательной и целенаправленной политикой, направленной на укрепление торгово-экономического сотрудничества между нашими странами. Вместо того, чтобы строить все эти объекты у себя, советские руководители были уверены, что обустраивание промышленности в Польше позволит сделать дружеские отношения более тесными. Однако сегодня мы видим, что эта политика была слишком наивна и даже вредна, ведь в Польше считали, что получать финансирование от России при СССР – это само собой разумеющееся явление и не заслуживает благодарности. За то, когда Европа лишает Польшу финансирования, там говорят о какой-то солидарности и единстве. Предложение Володина о взыскании с Польской Республики денежной компенсации вызвало негативную реакцию со стороны польских политиков и сильно их насторожило. Там не ожидали такого требования, хотя оно всего лишь на стадии идей. Однако то, что сегодня просто идея, в скором будущем может стать реальностью и судя по тому, как в Польше оказывают давление на нашу экономику и не желают уважать усилия нашей страны по формированию польской промышленности в прошлом, то эта идея вполне может получить продолжение на законодательной основе. По современным ценам Россия при СССР отдала на ветер свыше 750 миллиардов долларов, чтобы построить более 800 промышленных объектов в Польше. По сути, создав им экономику заново и увеличив уровень их промышленности от плуга и сахида высокоиндустриальной инфраструктуры. Однако в Польше не считают это причиной для того, чтобы ценить данный поступок. И политики там уже начали высказывать свое мнение на этот счет и требуют забыть про взыскание финансовых затрат. Премьер-министр Польши Моровецкий сказал, что эти требования абсурдны. Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс назвал это требование страшилкой и уверен, что никто в адрес ни за что платить не будет. Мало того, российский политик Володин констатировал, что современное территориальное устройство Польши, которое было определено итогами, просто не имеет актуальности и должно быть пересмотрено, и это очень серьезный посыл в сторону Германии, которая с радостью бы на это согласилась. Конечно, сегодня говорить об инвестициях в Польшу со стороны России – это просто смешно, ведь польские политики требовали от Германии прекратить получать российский трубопроводный газ. Пытались запретить Газпрому и Роснефть и продавать ресурсы в Европу, поэтому в том, что немецкая промышленность осталась без природной газа – это в том числе заслуга их соседей. В Польше, конечно, не согласны ничего выплачивать. Считая, что Россия просто обязана была обеспечивать польскую промышленность и благосостояние, и поэтому там не собираются платить компенсацию 750 миллиардов долларов за строительство 800 промышленных объектов, которые стали основой польской экономики современного типа. В Польше закрыли российское учебное заведение и совершенно не уважают вклад нашей страны и СССР в польскую экономику и их историю, поэтому впереди много интересных событий, если в России уже озвучивают подобные требования. То за словами скоро последует дело, и это будет для Польши не самым лучшим временем. Как вы думаете, согласится ли Германия с формулировками и той идеей, которую собирается предложить депутат Вячеслав Володин? Ставьте лайк, если тоже считаете, что в Польше должны заплатить после всего, что они сделали в ответ на российскую доброту. В БРИКС уже целая очередь выстроилась, а Азербайджан запросился в новый блок. Самое интересное даже не то, как запросился Азербайджан в БРИКС, а кое-что другое, как позволяют себя при этом вести другие страны, соседствующие с нами. Достаточно послушать, жестко и четко высказался представитель Азербайджана, посол республики в России палат Бюль-Бюль-Аглы, а потом сравнить с другими странами. В БРИКС уже целая очередь выстроилась из желающих присоединиться к блоку. Азербайджан действительно изъявил такое желание. «Мы о нем говорили с российскими коллегами, но это тоже процесс и вопрос в работе», сказал Бюль-Бюль-Аглы в интервью ТАС в преддверии визита президента РФ в Баку. «Теперь мне было бы правильнее представлять в парламенте родную Шушу, жителей региона. Я очень надеюсь, что меня изберут. Первым депутатом», – сказал он. «Интересная мысль, действительно, где же, простите, Армения? Страна, входя в ЕС, продающая свои товары на рынке России, зарабатывающая у нас деньги, но при этом выпускающая такие интересные учебники истории. Что даже в Министерстве иностранных дел России вынуждены были официально обратить на это внимание и выступить с предостережением. Как мы и сказали сразу, здесь не то интересно, что Азербайджан просится, а то, что Армения не просится. И еще целый ряд наших соседей, которые при этом официально являются и нашими союзниками, как минимум, формально, тоже не просится. А вот Азербайджан, о чем часто забывают, является для нас – соседом. Наверное, не стоит никому напоминать, что сосед никуда не денется, и с ним надо строить отношения. Часто приходится слышать о том, что Азербайджан дружит с плохим нам странами, что у него куча своих интересов, которые противоречат нашим. Но именно это-то и является редким явлением на сегодняшний день. Потому что у Европы, например, никаких своих интересов нет, одни американские. Ей не жалко отдать вообще все, лишь бы только в США похвалили, погладили по головке. И в этом Европа как раз опасно похожа на Армению. Вот там тоже все хорошо, тоже готовы пожертвовать чем угодно, лишь бы только США были довольны. Здесь стоит напомнить уже, наверное, что переписывание истории отношений с Россией – это лишь часть общего процесса полной сдачи национальной армянской идентичности. Там уже дошло до того, что на полном серьезе планируют отказаться от своей письменности, одной из древнейших в мире, и перейти на латиницу. Что уж говорить после этого, что они готовы забыть массовые преступления против армянского народа, и что уж тогда удивляться истории с Карабахом и всем, что еще будет. Они реально готовы сдать даже свой язык и свою землю. И на этом фоне пренебрегать отношениями с Азербайджаном уж точно не следует. Мы не дружим с кем-то против кого-то. Мы дружим с теми, кто хочет развивать свою страну дальше, а не просто прислуживать Западу во всех вопросах. Минфин США просчитался и теперь придется платить, а дружественные страны бросились скупать российскую нефть. В феврале вице-премьер Александр Новак сообщил о намерении с марта сократить добычу нефти на 5%, а это 500 тысяч баррелей в сутки. Ожидается, что это решение поможет восстановить рыночные отношения и определенные позитивные результаты уже есть. В конце февраля все бросились массово закупать российскую нефть, пока ограничения не вступят в силу, и это сыграло на руку отечественной экономики. И все это на фоне прогнозов американского Минфина о том, что введение потолка цен вынудит Россию, наоборот, нарастить объемы нефтедобычи для компенсации снижающихся доходов. Западные ограничения, в частности, введение потолка цен на нефть, вызвали ответную реакцию со стороны России. С марта этого года страна добровольно решила снизить нефтедобычу с целью обратить ЕС к справедливому рыночному регулированию. Сейчас основным направлением экспорта стали восточные партнеры, и благодаря этой переориентации удается компенсировать бюджетный дефицит от санкций. К тому же часть ресурсов все еще поступает в Европу, только теперь окольными путями. По итогам 2022 года, как сообщил Александр Новак, объем нефтяного экспорта вырос на 7,6% и составил 242 миллиона тонн. Дружественные страны продолжают бить рекорды по закупкам российской нефти, а в преддверии снижения добычи начало происходить просто нечто невообразимое. Вместо тщетных попыток компенсировать убыток за счет еще большего наращивания экспорта, было принято решение, напротив, его урезать. Непонятно, почему в Минфине Соединенных Штатов не додумались, что российская сторона может пойти на этот шаг, чтобы как раз поднять стоимость нефти, снизив предложение на рынке. Положительный эффект можно прогнозировать, основываясь на примерах стран, которые чуть ли не каждый месяц ставят новые рекорды по объемам экспорта российской нефти. Продукт востребован, и спрос на него будет всегда. Экономика РФ таким образом не просто удерживается, но и крепнет, а вот американским и западным властям придется дорого заплатить, причем во всех смыслах этого слова, за собственные просчеты и ошибки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова